Крылатая фраза «Всё лучшее детям» здесь, похоже, не работает. На территории игровой площадки около торгового центра в местечке Авдотина местные предприниматели развернули масштабную стройку. Возникает закономерный вопрос – законно ли такое соседство? Детскую площадку возле торгового центра поставили около двух лет назад. По словам местных жителей, здесь не раз проводили праздники для детей с приглашенными артистами и музыкой. Под Новый год ставили ёлку, устраивали народное гуляние. Теперь, правда, вместо комфортного общественного пространства мамы с детьми наблюдают павильоны с колбасой, овощами и кормом для животных. До этого здесь была очень большая, красивая площадка детская, где дети играли, а сейчас детям абсолютно играть негде. То есть они приходят, а места не хватает, потому что вечером, после того, как детей из садика забирают родители, ну, можно представить себе, все хотят покататься на качелях, побегать, поиграть в снежки, а места нет, и качелей не хватает. С просьбой о помощи жители микрорайона обратились в общественную организацию ЖКХ «Контроль». Эксперты выявили многочисленные нарушения и сообщили об этом в мэрию. Изучить проблему и отреагировать городские власти должны до конца года. Нарушены нормы расстояния между зданиями, от коммуникаций до зданий, от красных линий, от проходов, то есть все эти нормы здесь нарушены. Павильоны начали монтировать в конце прошлого года. Ярмарка при торговом центре разрослась, да так, что заехала на территорию игровой зоны. Когда качели стали препятствием на пути строителей, то они их попросту выкопали и перенесли в другое место. Подошла, спросила, я говорю, а куда вы хотите унести детскую площадку? Они сказали, мы ее просто хотим увеличить, но в итоге они поставили всего лишь 2 лошадки. Увеличили на 2 лошадки, но зато увеличили тот павильон, который они демонтировали. Ярмарку, ставшую камнем преткновения, по словам управляющей торговым центром, организовали по просьбе местных жителей. Ближайший рынок далековато, на станционной. При строительстве, правда, возникли проблемы. При основании торговых павильонов, ну, в общем-то, мы своими силами неправильно разграничили земельный участок, который находится в нашем пользовании. И частично павильонами заехали на муниципальную землю. Об этом нам, конечно, сказали органы местного самоправления летом 2017 года. Было предписание. Соответственно, сейчас мы устраняем данное нарушение. Нелегальные постройки демонтируют. Все работы уже согласовались с мэрией. Что же касается площадки, то, вопреки мнению местных жителей, установлена она не на бюджетные деньги, а на собственные средства торгового центра. Поэтому пользователь земли может распоряжаться ей по своему усмотрению. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.